23 августа на Сморгонщине выбрали лучшего водителя школьного автобуса. Конкурс показал, что к началу учебного года готовы не только учреждения образования и учителя, но и транспорт и его водители. За соревнованиями наблюдала съемочная группа ОКС-ТВ. Их пассажиры – это маленькие дети, путь к знаниям которых должен быть безопасным. Самое главное здесь – не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать их. Для порядка половины мальчишек и девчонок из различных уголков нашего района путь в учреждении образования начинается в уютном салоне школьного автобуса, за рулем которого настоящие профессионалы. Это подтвердил прошедший на днях конкурс. Такая проверка готовности к участию в дорожном движении – своеобразное ноу-хау. Ежегодно в период времени с 25 августа по 5 сентября и с 5 мая по 5 июня на территории Республики Беларусь проводится специально комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В преддверии мероприятия на территории района впервые проведен конкурс «Лучший водитель школьного автобуса Сморгонского района», целями которого являлись пропаганда правил дорожного движения и соблюдение их водителями школьных автобусов, повышение уровня мастерства водителей школьных автобусов, а также привитие наивок безопасного вождения. Хотелось бы напомнить водителям транспортных средств, что в период времени с 25 августа по 5 сентября им необходимо двигаться с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Конкурс состоял из нескольких этапов. Первый проходил на автодроме, где каждый участник должен был показать свои навыки фигурного вождения автобуса. Второй этап теоретический – сдача правил дорожного движения на компьютере. Немаловажной составляющей мероприятия стала проверка на исправность звуковой и световой сигнализаций, наличие в автобусе огнетушителей, аптечек, ремней безопасности на креслах, которые провели сотрудники ГАИ и транспортной инспекции. Техническое состояние школьного транспорта и соблюдение правил перевозки несовершеннолетних сотрудники ГАИ будут контролировать в течение всего учебного года. Чтобы работать водителем школьного автобуса, нужно иметь три года непрерывного водительского стажа. И при этом на протяжении одного года не должно быть ни одного нарушения правил дорожного движения. Виталий Новогель работает в Кревской школе уже почти шесть лет и возит детей из дальних уголков нашего района. Он один из самых молодых водителей в районе. Многодетный отец признается, что с детьми сложно, но он из личного опыта знает, как найти подход к мальчикам и девочкам. Категория Д появилась у меня с 2006 года. До армии у меня были почти все категории. В армии мне дали категорию Е. И потом я пошел работать в автопарк номер 17 города Сморгонь. У водителя большая ответственность, сложные пути, легкие. Главное, на мой взгляд, внимание. Конкурс «Лучший водитель школьного автобуса» Сморгонского района лишний раз подтвердил, что наши дети в надежных руках. Ведь на пути к знаниям их сопровождают настоящие профессионалы. По итогам соревнований победу одержал Иосиф Пищака. На второй ступени пьедестала Казимир Рожинский. На третьем месте расположился Иван Вершкович, водительский стаж которого уже более 45 лет. Я уже два года на пенсии всю жизнь водителем. Раблю, для меня ничего такого сложного нема. С 89-го года на автобусе. У меня маршрут большой, я где-то в день 170 км в Канцово. Обслуживаю, детей привожу в больше 10 деревень. У меня крейс 22 детяти плюс сопровождающие. То есть вы работаете в тандеме? Да. Какой первый автобус у вас был? Пазик. За время моей работы я уже работаю на втором автобусе. Два года назад я получил новый автобус. Победители конкурса были награждены дипломами управления образования Сморгонского райисполкома, подарками от общественного объединения «Белая Русь» и районной организации профсоюза работников образования и науки. Продолжение следует...